Друзья, всем привет! Клуб интеллектуального туризма, я Несимов Дмитрий. Фестиваль «Не темно», но я, как всегда, захожу к нему с тыла из лесу. Ну, что поделаешь, давайте смотреть. Смотрите, у нас здесь, в парке Маяковского, сегодня и завтра проходит фестиваль цветового искусства «Не темно». Это одна площадка, здесь у нас 12 объектов, а 13-й объект у нас находится на Ленина 52. Площадки работают с 6 до 10, а в 7 часов вечера в парке Маяковского у нас еще и бесплатные медиаторские экскурсии. Так что всех очень ждем, будем рады общению и коммуникации со современным искусством. Что точно посмотреть? Что точно посмотреть? Точно поискать НЛО. Поискали, еще? Так, еще что... Теплица шикарная понравилась. Теплица, да, в калейдоскопе поучаствовать, найти маленькое шале под снегом, и еще найти надпись, которая классно здесь коммуницирует с пространством. И вообще с жизнью человеческой много тем для размышления, в общем. Первая работа. Я надеялся, тут будет какое-то описание, но ничего подобного найти не смог. Пошли искать дальше. ЦПКЕО – центральный парк культуры и отдых. Ну, понятное дело, здесь так-то много огней, а к Новому году-то вообще все в гирляндах. А в центре даже елка уже есть. Вот где-то получается найти описание, а где-то не получается. И вот эта посадочная площадка для не опознанного летающего объекта, а для не опознанного любого объекта. И как авторы и заявляют на прикрепленной рядом табличке, это любое из желаний человека здесь может быть. Вот здесь есть описание, это очень круто. Такой небольшой фи организатором, да, что в предыдущей я вообще не понял, что это такое было и с чем это есть. Идем искать дальше. Очень крутой фон у парка. Ну и все это, новые жилые комплексы. И, понятное дело, что, когда у тебя есть парк городской, очень круто, когда он не просто какой-то индустриализацией, да, кребет, а вот такими шикарными домами, хоть я и против высоток, но, блин, эти прям вписываются, очень круто. Теплица, я даже не знал, что у нас здесь есть. Теперь буду знать. И, соответственно, какое-то описание. Вот все, что я могу вам дать. Лишь это и печаль. Лишь это и в придачу лук, и в любовую даль. Пересчитайте еще раз, чтобы мне не быть долгу, печали лук и этих пчел, жужжащих на лугу. Эмили Дженкинса. Ну, понятное дело, в чем смысл. А смысл в том, что это девчонки тоже вот одеты как-то под фестиваль. Пошли на фестиваль, оделись под фестиваль. Понятно, в чем смысл. В том, что сейчас зима, а стих про печаль о лете. Ну, и это вполне себе иллюстрирует такая вот теплица. Ну, вот видите, это была не основная часть инсталляции. И мы видим, что в теплице кроме флоры, еще и куча фауны всякой. И что стихи сразу еще больше смысла приобрели. Пойдем дальше. Ну, и в общем-то, так гуляя, мы с вами дошли до центрального входа. Выходить мы в него, конечно же, не будем. Сейчас сделаем круг и учеба обратно в лес. Ха-ха-ха-ха. Другого искусства. Чтобы показать свои работы людям, зрителям. Спасибо. Ну, 22 декабря, самая-самая длинная ночь в году. И чтобы как-то ее отметить и осветить. Стало посветлее. Стало посветлее. Чтобы было не темно. Традиционно проводится в самые темные ночи. Ну, и чтобы они совпадали еще с совпадными. В году, да. Здорово. Пойдем дальше. На мой взгляд, то, что все все в одном месте и в парке Маяковского, это не во всем плюс. Потому что здесь и так достаточно много огней. Шикарная, конечно, эта идея осветить самую длинную ночь. Ну, или какую-то ночь рядом с ней в году. Но из-за того, что здесь и так очень светло и уже при новогоднем настроении у всех, конечно, эти работы найти достаточно трудно. В предыдущие годы я приходилось погулять по черному-черному городу и где-нибудь, откуда-нибудь из подворотни лился свет. Вот. Ты шел туда и там была какая-то вот такая работа. Очень круто. Нет, сейчас тоже круто. Понятное дело, что это пандемия, там еще что-то, еще что-то, да. Все это ясно. Ребята молодцы, что делают в любом случае. Смотри. Я так понимаю, что это птичья карусель. То есть, здесь много аттракционов, но для того, чтобы птички тоже могли покататься, вот, буквально вот там справа, да, человеческие аттракционы, а это птичьи аттракционы. Птицы могут сесть и покрутиться. Как-то так. Ну вот, здесь, может быть, они совсем справедлив, в том плане, что организаторы, конечно, продумали и ходят экскурсии, я так понимаю, достаточно регулярно. и прямо такие, видно, такие толпы ходят, так что, это у меня крайне мало времени, поэтому, хотя мне предлагали вас на экскурсию, но времени столько нет, поэтому, в общем, снимаю свои инсинуации. В полотне окна представлены города из разных точек мира. Тут есть и Россия, и Нью-Йорк, и Токио, вот, самые разные виды. То же самое с картинами. Тут представлено... Все, что вы захотите, куда захотите пропутешествовать. Все верно. Картины представлены какие эпохи с дистанцией, а после будет и... Окно в путешествии. Проектор проецирует картины, ну и какие-то изображения, мест интересных на экран, на окно. Вот там, за моей спиной, работа иногда получается, иногда нет. Я про нее уже рассказывал. Фактический дом Митинкова, и надпись, иногда получается, иногда... Ну, она меняет смысл, в зависимости от того, горит нет в конце или нет. Иногда получается, иногда нет. Смысл один, иногда получается, запятая, иногда. Смысл совсем другой. Ну, а еще, я встретил ураловедов, и они все равно запрягли меня их фотографировать. Да что ж такое-то? Ну, что я могу сказать про фестиваль? Наверное, я не совсем прав. И то, что здесь и так много света, и не видно, что смотреть, да? То есть, нет вот этих вот ярких светящихся работ в темноте. Наверное, я не прав, потому что все мы понимаем обстоятельства, пандемия, все такое. Организаторы явно попытались водить здесь экскурсии. Предлагали мне, но у меня просто нет столько времени. И... Я видел, прям такие толпы ходят, организованно и смотрят все. 12 здесь должно быть работ, как нам рассказали, да? Я не видел всех 12, но думаю, что посмотрел большинство. На этом, наверное, все. С вами был я, Анисов Дмитрий. На этом, наверное, все. С вами был я, Анисов Дмитрий и Клуб интеллектуального туризма. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Наши группы в социальных сетях. Мы есть почти везде. Пока.